Ну она же не пела там, она же не пела ничего, хотя Маша прекрасно поет. Не знаю, не знаю, Сережа, наверное, она пекла, пекла. Если это и Барби, то Барби переросток. Ко мне подошла после эфира мама, какой-то девочке, сказала, мы как раз с моей дочкой сейчас учим эту песню в школе. И это был лучший комплимент для меня. Мне она понравилась волосами и цветом ее волос. Она очень красивая. Я думаю, что она лучшая самоучастница. Очень много любви и благодарности внутри к этим людям. На официальной истории ВКонтакте дуже богато людей написала, например, вопрос Маша. Маша, предположим, ваша девятка терпит крушение в открытом море. В спасательной лодке только три места, одно из которых твое, остальные пустуют. Кому ты протянешь руку помощи и поможешь забраться в лодку? Ну, конечно, Сереги на рапира, да? Я подумала. Да Серега не утонет и так. Ни для кого не секрет, у меня два места для Даши и для Дани. Я не утоню. У меня постоянно стоит комок в горле. Я через комок это все пою. И, ну, больное ощущение. Ты можешь быть слабой, ты можешь быть, Рен, ты знаешь, такое слезы? Почему нет? Когда нам больно, когда нам страшно, когда нам трудно. Это все бывает с нами? С возрастом человек уходит под кольчугу какую-то эмоциональную, закрывается. Вот. А сейчас такое впечатление, что с меня эту чешую счищают, как с рыбы. Мария Акачева. Академия. 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 О прошлом Я все еще помню Хотя ничего уже не вернется Я все еще говорю В будущем времени О прошлом Я все еще помню Хотя ничего уже не вернется Я все еще говорю В будущем времени О прошлом Отмотай Время назад Мария Акацева на сцене шоу «X Factor» Навіть не знаю, чи є на світі щось більш дивовижне, ніж пам'ять закоханої жінки Ти дуже гостро сприймаєш цю пісню Вона має для тебе якесь особливе значення? Ну это что-то мистическое и что-то очень личное Ну тоді трошки змінимо тему Маша, скажи, за кого ти вболіваєш у сьогоднішній нашій такій команді «X Factor»? Я болею за Клею Грумова, Настю Рубцову і Женю Шпаченко Молодець, дякую Сергію Минулої суботи ви не змогли розглядіти Машу в образі Барби Цього разу все добре? Почули, побачили? Да, я все увидел, услышал в исполненні Маши Но вот біда, я не узнал песню «Ціны Карль» Потому что в оригинале она звучит абсолютно по-другому Там другая аранжировка Там смена ритмов И смена вокальных техник А здесь все было исполнено одной краской Абсолютно вот слишком лирично Опять нудно, монотонно Да, это воспоминания, безусловно, но Не знаю Может быть, конечно, такое и может быть Но у «Ціны Карль» это гораздо интереснее, ярче И возможности голоса не продемонстрированы тоже здесь, Машины У нее же такие краски богатые И казалось бы, эта песня могла бы позволить ей раскрыться Так убрали все эти краски, все убрано Все как-то так, ну, действительно, вот ко сну Клонит ко сну Мы вас почули Дякую вам Ира Я согласна с Сергеем Соседовым по поводу того, что действительно было достаточно однообразно И я считаю, что это провал с выбором песни Не побоюсь этого слова И, наверное, все-таки нельзя примерять на себя И вот такое вот настолько личное Это очень личная песня Это очень личная история И это в любом случае, как бы Маша не спела Это в любом случае будет проигрышный вариант И все-таки, я говорила в прошлый раз на интервью об этом Я хочу, чтобы Маша пела Я хочу Машу слышать Маша, которая эфир подряд не поет А Маша прекрасно поет Почему вы выбираете такие песни, в которых нет вокала? Я не знаю А там вокал есть, у Тина есть вокал Тут его не было Я сейчас не говорю про Тину Я говорю про Машу и про выбор песни Я думаю, что тебе, Серега, ответить Номер невероятный Просто невероятный номер Конечно, Маша прекрасная актриса Но я хочу, Маша, тебя еще и слышать Чтобы ты пела, ведь ты поешь Дякую Дякую, Игорь Ну, тут сложно какие-то подобрать слова Адекватные, я бы сказал По сути, это, по проекту, ну, я не знаю Тобто, присвята людина, яка пішла от тебя И это как-то треба переконливо заспевать Я понимаю, что это было очень актуально для оригинальной виконавицы И бачить Бог, что это нереально приспевать Я думаю, что ты сделал это было максимумом Який, в принципе, можно сделать с ее песней кому-то, а не тени, от которой лишь пішов Женя И, ну, важно коментовать, однозначно Дякую, Игорь Серега Расставание – это маленькая смерть Любое расставание Я не верю, что эта песня была написана после того, как Катина потеряла Женя Песня написана была раньше, я уверен в этом Это песня о любви Любви не девушки, но повзрослевшей девушки Которая может себе позволить ретроспективу в человеческих отношениях Вот эти колкие комментарии о том, что Маша не поет О том, что не хватило вокала Еще чего-то не хватило Дело в том, что Маша другая И вы все ей говорите это только потому, что она другая А я так не считаю, что ты не пела И не только я так не считаю АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую А зараз я хочу звернутись до наших глядачів У ваших силах не допустите, аби Х-фактор сьогодні став для Маши спогадом Тож набирайте номер 0900-102-005 Або пишите смс з цифрою 05 на короткий номер 7 766 Лінії для голосування відкриються після останнього дев'ятого виступу А це була Марія Кацева АПЛОДИСМЕНТЫ